И еще новости с Украины. Новыми деталями обрастает громкий скандал вокруг Национального Красного Креста. Организацию уличили в торговле гуманитарной помощью. Факты вскрылись сначала в паре городов, но вот выясняется, что географии и масштаб злоупотреблений гораздо больше. Наживались буквально на всем. От зубной пасты и шоколада до носилок и шерстяных одеял. Алена Германова узнала, сколько стоит такая помощь. Итак, девочки, я вам отдала пасту, да? 200 гривен забрала, это не в кармане. Благодейные квитки могу дать вам. За этими самыми квитками сотрудники украинского общества «Красный Крест» скрывают масштабную торговлю гуманитарной помощью. Официально продавать ее нельзя, можно только бесплатно раздавать нуждающимся. Но на деле каждый предмет имеет свою цену. Не торгую, вы делаете взнос, я даю подарки. А вот это вообще витая, 80 гривен. Какие взносы, беда? Смотря, что вы хотите приобрести. А шоколад у вас веку чем? По 8-9. Эти кадры из документального фильма украинского общественного телевидения сейчас внимательно изучают правоохранительные органы. О тотальной распродаже в «Красном Кресте» журналистам рассказали его же волонтеры и сотрудники. Некоторые из них до сих пор там работают и просят не показывать лиц. «Каждая организация должна отправлять определенный лимит каждый месяц. И этот лимит пополнять они должны как угодно. Если это районная организация, она должна переслать часть денег национальный, часть денег в городской комитет. Если это городской комитет, она прямой переслала деньги национальный». Несколько раз видели документы, в которых были несостыковки. Например, те же одеяла. Их должно было быть 200 штук, а их на складе было намного меньше. Сколько-то просто исчезло. В том самом национальном комитете, головной организации общества «Красный крест Украины», то, что получает деньги от продаж, отрицает помощь, якобы безвозмездная. Это не только необходимые для жизни вещи и продукты. Есть еще и курсы по оказанию первой медицинской помощи. Обучение желающих тоже бесплатное. Добровольные взносы приветствуются. «Те, кто приходят на курсы, могут оставлять благотворительный взнос. Кто сколько сможет. Никто никого не заставляет». Но в телефонных разговорах с кураторами этих курсов уже никаких вариантов. Только за деньги. «А это же бесплатные они, да? Как срочно? Ну, не платные. Суббота, воскресенье, по 6 часов. Благотворительный взнос. Дорогой благотворительный взнос? 400 гривен. 400 гривен, да? Ага, это обязательный, да? Нельзя бесплатно? Бесплатно сейчас нету». К полицию о хищениях заявил гражданин Швейцарии Макс Хильперт. Вместе с женой Юлей он помогал одесским больницам получать гуманитарную помощь из Европы. Но как только фуры с тоннами груза пересекли границу, сотрудники местного Красного Креста соблюдать условия договора отказались. «Очевидно, главу Красного Креста в Одессе Тамару Барныч эти условия договора никоим образом не интересуют. Потому что как только груз попал под полный ее контроль, она заявила о том, что теперь, согласно таможенной декларации, груз наш и мы с ним делаем, что хотим. А вы не имеете на него никаких прав». Выяснилось, что до военно-медицинского центра не доехали почти без половины тысячи единиц расходных материалов для исследований и две тысячи свитеров. А в Днепропетровском военном госпитале не досчитались двухсотен носилок, двухсот свитеров, тридцати шести матрасов и трехсот шерстяных одеял. Где они, руководитель Одесского подразделения Красного Креста не может объяснить даже полиции. «На данном этапе они не предоставляют документы. Мы ждем решения суда, которое будет позволять работать с документами, которые в них находятся». Эта скандальная история, уверяют эксперты, нанесет учерп не только репутации Красного Креста, но и стране в целом. Борьба с коррупцией – одно из главных требований Евросоюза, с выполнением которого Украина не справляется. «Подобные факты в очередной раз подтверждают, что с этим государством, к сожалению, невозможно иметь дело. То, что происходит сейчас с Красным Крестом на Украине, это совершенно вкладывается в ту логику всех событий, происходящих в стране. Потому что коррупция действительно пронизала полностью Украину от начала и до конца». Известно, что организация регулярно получала поддержку не только от благотворителей, но и от государства. Только за последние два года из бюджета Украины было выделено более 300 миллионов гривен. Правда, сметы использования этих средств в Министерстве здравоохранения местным журналистам так и не показали. Алена Германова, Наталья Литовка, Рушан Умяров, Мария Михневич. Первый канал. Украина.